Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьёт по шарам. Здесь счёт идёт не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами, приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на Лепсе 4. Заказ стола 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Приглашаем в школу бильярда детей и взрослых. Индивидуальное и групповое занятие бильярдным спортом. Культ поход. А вот культ поход подоспел 12.07 в Кирове. Ещё раз приветствуем вас, Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Да и слава и благодарность в первую очередь нашему партнёру. Это бильярдный клуб «Бест». 9 столов американского пола, 6 столов русского бильярда, снукерный стол. К вашим услугам европейская и японская кухни, ежедневные скидки и акции. Клуб «Бест» — это и школа бильярда для детей и взрослых, и индивидуальные и групповые занятия. Хотите провести корпоративный турнир по бильярду? «Бест» организует его на высшем уровне. Лепсе, дом 4, дробь 2, телефон 587414. Бильярдный клуб «Бест» — прекрасное место как для романтических свиданий, так и для дружеского общения. Сразу же отметим, что мы сегодня разыграем сертификат в бильярдный клуб «Бест» на 1000 рублей. Это далеко не единственный приз, который сегодня у нас будет разыгрываться в рамках культпохода. Полный список мы озвучим чуть позже. — Позже, я думаю, перейдем к вопросам, отвечать на которые нужно для того, чтобы получить наши призывы. — Так что слушайте нас внимательно. 211-101 номер нашего телефона. Но и сейчас мы приветствуем нашу гостью. Это Ирина Халявина, художественный руководитель хора «Мальчиков и юношей Орлята». Ирина Веленовна, добрый день. — Добрый день. — Здравствуйте. — Прекрасный повод для того, чтобы пообщаться сегодня с вами. Потому что буквально в прошлое воскресенье, 26 марта, вы отмечали полувековой юбилей Орлят. Все верно. Вас чествовали и поздравляли первые лица и области, и города. Все это происходило в филармонии. Ну и, конечно же, чествовали вашего папу, который, собственно, основательным... — Да и бессменным, в общем-то, руководителем данного хора. — Да, да. Сколько уже Велену Евсеевичу лет? — Велену Евсеевичу 4 марта исполнилось 85 лет. — 85 лет. Вот такая дата. Тоже круглая. — Круглая, круглая, красивая и очень впечатляющая. — Здорово. Поздравляем, конечно же, желаем им больших творческих успехов. Ну и, конечно же, хочется сегодня поговорить о этой многолетней истории, о том, как развивался на протяжении этих десятилетий хор Орлята, известный в стране и за его пределами далеко-далеко. — Да, я думаю, так, далеко за пределами нашей страны. И известно, что в том числе в церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр в Сочи, да, ваши воспитанники принимали участие. — Точно, да. — Был такое дело. Но это далеко не единственное такое мероприятие широкого масштаба. Итак, давайте. Что сейчас представляет собой хор Орлята? — Хор мальчиков и юноша Орлята представляет собой из себя сейчас хоровую школу, где воспитанники не только учатся петь, они изучают сольфеджио, музыкальную литературу, играют на различных музыкальных инструментах. Фортепиано, флейта, баян, аккордеон. — То есть полноценная музыкальная школа? — Да, полноценная. Они получают полноценное музыкальное образование. И, окончив нашу школу, могут продолжить профессиональное образование в средних специальных учебных заведениях, а потом и в высших. — Где вы сейчас находитесь? Где базируетесь, располагаетесь? — Мы находимся на базе муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования в детско-юношеском центре Октябрьского района города Кирова. — Адрес это? — Это Лепси-18. — Лепси-18. — Раньше это называлось Дом пионеров Октябрьского района города Кирова. — Дом пионеров. — Красивый такой особнячок, желтенький. — Сколько сейчас ребят занимаются в хоре? — Порядка двухсот детей занимаются. Порядка двухсот мальчиков. Только мальчиков. — Слушайте, у вас что ни цифра, то сплошное впечатление. — 50 лет, 200 мальчиков. — 200. — Ничего себе. — Огромное. Не знаю даже. — Возраст. — От 4 лет и столько, сколько хотят. Ребята приходят после армии, возвращаются в наш коллектив и продолжают заниматься в юношеской группе. — 4 — это минимальный возраст, который вы готовы принять в своей неделе? — Да, конечно. — Там ведь какой-то отбор все равно происходит? — На начальном этапе детей мы, в общем-то, сегодня не отбираем. Мы берем всех, кто желает петь, научиться петь, играть на музыкальных инструментах и получить музыкальное образование. — 4 года — это же человек еще... — Тебе виднее, у тебя как раз... — У меня ближе к этому. — Да, у тебя ближе к этому. — Он же с трудом еще какие-то... — Нет, они поют довольно рано, на что ты говоришь. — Ну вот мой, кстати, уже подпевает что-то там, когда слышит. — Так что ты подумай. — Подумай, да. Песенки всевозможные. Ну, пока еще не слишком внятно, но я чувствую, что там мелодия-то в голове все-таки у ребенка, да. Сидит. Здорово. — Так что вот. — Приходят, приводят родители в первую очередь все-таки, да? — Да, конечно. — Это их желание, чтобы ребенок... — Конечно, безусловно. — Наверное, ведь приводят уже те, кто этот хор сам уже прошел. — Да, есть. — Много таких хор. — Такие уже династики за 50-то лет, наверное. — Есть уже, естественно, внуки. — Уже внуки? — Первых орлят в хоре. — И они приходят и занимаются. — Да. — Сколько работает людей вообще, ваших коллег с ними? — Работает 15 преподавателей в нашей хоровой школе. — 15 человек. — Они тоже наверняка... Есть те, кто с самого начала, возможно, работал? — Ну, с самого начала у нас остался, к сожалению, только Веленовсеич. — А все остальные... Ну, не считая меня, которая родилась в этом коллективе. — Но вы не участвовали. Вы девочка все-таки, да? — Неправда. — Я участвовала. — Участвовали? — Я была единственной девочкой в хоре мальчиков-орлята. — А, ну это, видимо, такое... — Это прерогатива, да, все-таки. — Родитель позволил. — Определенное преимущество есть. — Сколько самым взрослым сейчас участникам? Четыре, сказали вы, и даже после армии приходят. — Самому взрослому участнику 21 год. — Где вы выступаете, где можно послушать вас? — Ну, то есть, погодите, вот еще столько человек, это несколько уже хоров. То есть, 200-то надо просто не поставить. Это несколько хоров, да? — Конечно. Это целое... Несколько ступеней хоровой школы. То есть, когда дети приходят совсем маленькими, они попадают в подготовительный хор. В первом классе они переходят в младший хор. И только, прозанимавшись там два-три года, они попадают в концертный хор, собственно говоря, уже. Тот, которому 50. Это образцовый коллектив, концертный хор мальчиков и юношей Орлята. И там уже занимаются столько, сколько хотят. — Где вы выступаете, да? Вернемся к этому. — Как раз к концертному хору. — Да, к концертному, да. Концертный хор выступает везде. То есть, мы не отказываемся никогда ни от каких выступлений в городе Кирове. И везде, где нас приглашают, мы обязательно поем. Мы участвуем во всех фестивалях, которые проводятся в рамках нашего города. Вот буквально осенью был фестиваль, который назывался «Город на семи холмах», посвященный... — Да, мы помним о таком, да. — Да, посвященный как раз он в конце 16-го года был посвящен 80-летию образования Кировской области. — Выступали на концертной площадке, соответственно. — Да, конечно. — А на российские фестивали часто выезжаете? — Раз в год сейчас мы выезжаем. Это и российские, это и международные, это и всемирные уровни. — Ну, расскажите, за последние годы где побывали? — Ну, если взять то время... А я, лично я и концертмейстер, с которым я работаю, Марилова Лариса Артуровна, мы с ней у этого хора с 2001 года. За этот период коллектив дважды побывал в Германии. Мы выступали на всемирной хоровой олимпиаде. — О, даже есть такое? — Да, на всемирной хоровой олимпиаде в городе Бремен, Германия. Мы выступали на всемирных хоровых играх в Австрии, в городе Грац, где стали серебряными медалистами. — То есть это конкурс все-таки, да? — Да, это конкурс. — Есть жюри, оцениваясь? — Это конкурс, это серьезный конкурс. — Если игры, то, значит, уже должны быть. — Это серьезный конкурс, да. Мы являемся дважды золотыми медалистами международного конкурса «Артековские зори». Мы в «Артеке» были три раза. — Вот за эти годы, да? — Да. Последний раз мы были в 2013 году. — Ну, совсем недавно. До этого события, известно. — Да, да. Когда еще Крым был украинским. Мы в прошлом году стали серебряными медалистами чемпионата хоров России, который проходил отборочный в Нижнем Новгороде и финал в Москве. — Много достижений таких, да. — Мы регулярно выезжаем, когда проходит раз в четыре года, на Всероссийский фестиваль хоров мальчиков и юношей в городе Дубна Московской области. В этом году летом мы едем в город Сочи на международный конкурс. — Тоже хоровый, да? — Да. Но он многожанровый. И, кстати... — Одна из площадок как раз «Харам», да? — Да, да, да. Одна из номинаций — это хоровые коллективы. И мы очень благодарны администрации нашего города Кирова, которая нам подарила на юбилее 92 тысячи на поездку в город Сочи. — 92 — это, видимо, вот та сумма, которую вы, собственно, заявляли, что нам бы вот нужно... — Мы заявляли, конечно, немножко больше суммы. — Побольше. — Да, но... — То есть вам придется где-то еще искать, да? — Мы благодарны... Родители будут платить. — Родители. — Мы благодарны городу за то, что нам оказана такая честь. — По крайней мере, все равно, да. — Да. И мы постараемся, как всегда, достойно представить наш город. — А вот сколько ребят поедет в Сочи? — 33. — 33 человека. — Слушайте, а при таком количестве побед, успешных выступлений, как-то вот ребята-то, они, наверное, звездами себя чувствуют. И вот что им это дает, эти всевозможные победы? Как они себя ощущают? Какой-то рост внутренней, уверенность в своих силах? Это ведь все придают, да? — Да, конечно. Если посмотреть на наших мальчишек, они отличаются, конечно, от обычных мальчиков. Они более раскрепощены. Они умеют свободно общаться. И, конечно, звездности мы им не прививаем. И стараемся говорить, что да, мы много сделали, вы спели хорошо, но можете еще лучше. И поэтому какой-то звездности они у нас не чувствуют. Но гордость за свой коллектив, за город, за область, которую они представляют, они всегда это ощущают. Особенно, когда это происходит за пределами нашей страны. — А что вы привозите с этих международных хоровых соревнований? Дипломы, медали? — Мы привозим дипломы, медали, кубки. — Кубки. — Я так думаю, за 50 лет столько накопилось, что, наверное, трудно это разместить где-то в одном месте. — Ну, у нас существует в хоровой школе музей истории хора. — Красный уголок такой, да? — Это, наверное, уже большой уголок. — Да, конечно. А в хоровом классе, где занимается концертный хор, там есть целый такой стенд, где стоят уже награды сегодняшнего хора. — Так, нам пора сделать небольшую паузу, после которой мы, наверное, уже ближ к розыгрышу. И, конечно, беседу о хоре Орлята продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Культ похода. — Основная тема сегодня у нас культ похода — хоровое пение. Ну и музыка вообще. Я предлагаю наших слушателей впоследствии звонить и петь что-нибудь. — То есть все ответы надо давать? — Предлагать. — Распевать. — Распевать. — Распевать. — Может быть, простая гамма, может быть, что-то иное. Ладно, напомним, что у нас в студии находится Ирина Халявина, художественный руководитель хоровой школы и хора мальчиков-юноши Орлята. Давайте, Николай, все-таки огласим список весь по порядку. Мы уже упомянули уже про сертификаты. — Во-первых, давай, Владимир, сначала скажем номер нашего телефона. — 211-101. — 211-101. Вот позвонив по этому телефону, ответив правильно наш вопрос, вы сможете получить один из тех призов, которые мы сейчас с Владимиром вам перечислили. — Так, про бильярдный клуб «Бест». За одну тысячу рублей. — Есть у нас еще билет на двоих на концерт Томми Эммануэля, австралийского гитариста-виртуоза. Состоится этот концерт в Ветской филармонии очень скоро, уже на следующей неделе, 5 апреля. Я в прошлый культпоход приводил несколько любопытных фактов об этом гитаристе всемирно известном. Надо еще вам фактов каких-нибудь? — Ты кого спрашиваешь? — Ну, присутствующих в студии, наших слушателей. Ну, хорошо, чуть позже я напомню. Ну, уникальные. Стоит того, чтобы сходить и послушать. — У нас есть два билета, точнее, два билета на двух персон у нас ведь, да, по-моему? — Да. — Два билета на две персоны в драматический театр. Это 31 марта, Зойкина квартира в 18.30, это сегодня, то есть. И завтра, 1 апреля, «Дядюшкин сон» в 17.00, это премьера. — Театр «Наспаска». И также у нас сегодня присутствуется. Мы разыгрываем пригласительный на два лица на спектакль «Сон в летнюю ночь». Сегодня вы прям можете туда побежать в 6 часов вечера. — Да. Кинотеатр «Киномакс», как всегда, пригласительный билет на две персоны на любой фильм и сеанс. — Это все реально, кстати. Мы не врем. У нас эти билеты, вот сейчас они лежат все на столе. Вы можете заглянуть. — Да, мы можем так периодически показывать. — С сайта «Кирова.ру», видеотрансляция нашего эфира. Книжки давайте тоже. — Да, книги у нас, во-первых, книга, которая мне очень нравится, оформление. Вот я покажу, там кто-то, если видит, посмотрит, да очень красиво, про меня книга. Это Джон Грин Дэвид Левитан «Уилл Грейсон», «Уилл Грейсон» называется книга. Вот «Уилл Грейсон», «Уилл Грейсон» — это название книги. Это подростковая повесть о любви, дружбе, становлении, любопытный сюжет, молодежная лексика и европейская толерантность. Книга для родителей, подростков, которая поможет им лучше понимать своих детей. — Историю одного обмана. Книжку с таким названием мы до сих пор не разыграли. — Да, как ни странно. — Книга посвящена... — Актуальной. — Актуальной проблеме употребления алкоголя в российском обществе показан краткий, но при этом наглядный и правдивый исторический обзор о появлении и распространении спиртного в нашей стране. Есть статистика там, высказывания знаменитых врачей. В общем, вне зависимости от того, как вы относитесь к данной проблеме, вы можете ее сегодня получить. — Вот. Дмитрий Пучков, более известный как «Гоблин». Книга называется «Разведопрос. Наша победа». Автор беседует с историками на тем, касающиеся советской эпохи, войны и побед нашей страны. Эту и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская улица, 65, это торговый центр театра, либо Ленина 103, торговый центр Крым. — Ну и, конечно же, спасибо художественному музею имени Васнецовых за то, что сегодня тоже с нами. Мы можем вас отправить сегодня либо на выставку «В стране березового сица», один билет на одного, кстати, человека, либо на выставку «Салтыкиада», «История одной книги», там уже два билетика, либо вам доступна выставка «Дыхание современности». И еще внимание у нас. — Да, кроме того, галерея «Прогресса» приглашает вас, то есть вы можете получить пригласитель на выставку живописи «Краски Средиземноморья». То есть там художник представлен. — Серьезный, известный, замечательный. — Серьезный, известный, замечательный, да. А вот здесь взяли на цель Геннадий Носков, конечно, от себя добавлю Геннадий Носков. — Ну и, Николай, надо все-таки нам сделать это, поздравить. — 1 апреля, да, галерея «Прогресса» отметит 7 лет со дня своего основания. Это будет довольно большая программа на весь день, рассчитанная с 12 дня и до 22 часов вечера, скажем так. Там будет вот как раз экскурсия по этой выставке вместе с автором, он проведет ее с удовольствием. Там будет актерский тренинг, который приведет Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драмтеатра. Там будут открытые уроки из-за студии для детей, которую проведет художник сзади Наталья Суходоева. Лекция с практическими зарисовками, выступление ПТ с Аглайей Соловьевой. Еще одна лекция «Глобальная коммуникация» — это музыкант-композитор Роман Цепелев. Перформанс, где может каждый поучаствовать, создать определенную абстрактную композицию. Ну и все закончится приятным таким фуржетом и диджей-сетом Джекич. — В общем, дорогие основатели и руководители галереи «Прогресса» Центра современного искусства Дмитрий Шиляев и Наталья Пышково, мы вас поздравляем с вашим семилетием. Будет время, обязательно заглянем к вам завтра на день рождения. Так что долгих вам лет, как говорится, успехов творческих. Мы всегда рады, когда вы общаетесь с нами. Мы надеемся, что это будет продолжаться очень долго еще. Итак, 25 минут у нас на часах. Я думаю, пора задавать первый вопрос. У нас первый вопрос обычно задает гость Ирина Виленовна. — Скажите, пожалуйста, как называется высокий голос мальчика? — Высокий голос мальчика. — Который самый высокий? — Да, самый высокий. — А вот не исполнишь. — Да, уже все. — Сломались у нас голоса. — Уже связки аппарат уже не тот. — У нас уже другие голоса. — Самый высокий голос мальчишеский. — Сразу масса композиций таких, проверенных времени, известных. — Сразу же вспоминается. — Не одним нам вспоминается. Вот люди уже звонят и хотят сказать, как же он называется. — Слушаем вас. Алло. — Самый высокий голос, Николай, это Сопрано? — Неправильно. — Это не у мальчиков. — Это не у мальчиков, это у девочек. — Николай, может, еще вам дадим шанс прямо сейчас? — Давайте еще один вариант. — Баритон. — Еще раз? — Баритон. — Нет, баритон. — Баритон — это у нас самая баритон. — Да, это вот мы тут говорим. — Баритон, значит. — Что? — Ой, сольфеджио. — Сольфеджио. — Ну, это уже наука. — Николай, мы что-то начали перебирать. — Увы, Николай, не получилось. — Давайте еще пытайтесь. — Еще ждем. Высокий мальчишеский голос. — Причем слышим его хорошо, представляем, потому что сколько песен им спета. — То есть у взрослого мужчины певца уже не может такого быть? — Нет. — А вот у этих, которые очень-то высоко поют, они по-другому называются, да? — По-другому. 211-101. Есть звонок? — Есть звонок. — Алло. — Здравствуйте, может, это Альт? — Нет. — Да что ж такое-то? — Это низкий голос как мальчика, так и девочки. — Как вас зовут, скажите, пожалуйста? — Светлана. — Светлана, еще одну вам попытку дадим? — Еще дадите, да. — Ну, тогда, я не знаю, ну, пусть баритон будет. — Баритон уже был, это у нас с Владимиром баритончик. — А где, наверное, в Волоке у нас и Бальты были? — 211-101. Ждем еще варианты ответа баритона. Ниже только не опускайтесь, не надо до баса. — Еще опускаться. — Еще ждем. Масса призов у нас. — Причем, это что интересно, все слышали, все понимают, о чем речь, и у всех гаджетов в руках. — Да, может, подсказки. — Вот кто-то взял гаджет. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Александр. — Александр. Как же называется высокий мальчишеский голос? — Дискант. — Правильно. — Дискант. Вот это когда уже на грани, да? — Да-да-да. — Поет морзянка за стеной веселым дискантом. — Когда уже там дребезжит уже. — Да-да-да, очень высокий голос. — Ну что, выбирайте, что хотите получить? — Киномакс. — Киномакс. — Отлично, не кладите трубку. — Отлично, не кладите трубочку. Редактор объяснит, как получить билеты в Киномакс. — Простите за мою неосведомленность. Вот все этим голосом, да, мальчишки обладают? — Нет. — Нет. — Это довольно редкое, по-моему, явление. — Можно там говорить, это один на сотню, один на пятьдесят? — Нет. — Нет, почему? Их достаточно много. Но это вот так вот природа. У кого-то он высокий, и он изначально поет высоким голосом. — Ну вот именно строение вот такое. — Нет, но здесь, смотри, еще не просто то, что у него голос высокий, еще слух должен быть. — Ну конечно, безусловно. — Заметно сокращает количество владеющих этим голосом. Потому что вот у нас, я тоже ходил в детский хор, то есть я был вторым альтом, да, там первые альты, а дисконтов было мало. — Звуковережиссер Денис, нам можно еще задать один вопрос? Да, можно. — Николай. — Так у меня всегда вопрос-то про музыку, да? Сегодня я буду вспоминать про нашу советскую группу, как ни странно, под названием «Виа, поющие гитары». Точнее про те песни западные, которые почему-то там у них на западе как-то не пошли, а у нас в исполнении этой группы стали такими всесоюзными хитами. — В русскоязычном варианте? — Да. Вот сейчас я попрошу маленький кусочек, фрагментик прокутить песенки, записанной в 1959 году, вот, и совершенно прошедшей незамеченной там у них. — Вот это голос Нила Седаки, такой был исполнитель. — Песня не его, правда, но неважно, исполнитель, он был первый, вот. Я не буду спрашивать, как эта песня называлась в известном исполнении поющих гитар, я спрошу совсем другой вопрос. Дело в том, что эту песню вообще очень много кто у нас пел, все вот эти слова, сини-сини, не лег на провода, пели, 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 пока не надоело, и такая группа, такая вредная, под названием «Красная плесень», записала еще один каверный эту песню, и слова изменила. — Яцина Павел. — Да-да-да-да-да, и там уже про некое существо-животное эта песенка стала, вот вам предстоит угадать, про кого в «Красной плесени» на эту мелодию поется. Три варианта ответа. Это синий чижик, это пьяный ежик или это черный котик? Вот тот угадает, тот получит пригласительный привет. — Синий-синий чижик, Лёв, например. — Есть звонок тогда у нас? — Да-да-да. — Алло, слушаем вас. — Да, здравствуйте. Я извиняюсь, для начала хотел бы передать большой привет Ирине Веленовне, это ее ученик, Александр Канаев. — А мы предполагали, что ученики предупреждены и будут сегодня слушать. — Да, вот и в бильярд я играю, поэтому я постараюсь, конечно, дать правильный ответ. Ну, да, я предположу, что пьяный ежик. — Вы угадали, бинго! — Так что вот такие коллективы ваши воспитанники тоже слушают. Бильярдный клуб, да, вы выбираете? — Очень хотелось бы, да, я играю в бильярд. — Нет проблем. — Не кладите трубку, сейчас наш редактор вам объяснит, как, собственно, этим призом воспользоваться. Вернее, воспользоваться-то понятно как. Как его получить. — Как его получить. — Как получить. Итак, середина часа, нам пора сбегать на небольшую рекламу, мы скоро продолжим. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Культ поход. — Культ поход снова в эфире. Наша гость, напомню, Ирина Халявина, художественный руководитель хоровой школы мальчиков-юношей Орлята. Это 200 ребят кировских в настоящее время занимаются в данном коллективе. Ну, прям вот, можно судить, что популярность этого занятия не пропадает с годами. Или было когда-то намного больше, или меньше? — Было больше. — Было больше, да? — Было больше, намного больше. — Нет, ну, это не единственный хор в Кирове, как мы тут между эфиром. У нас как минимум пять, по-моему, существует этих коллективов. — Четыре хора мальчиков. — Четыре хора мальчиков. — И они тоже так же успешно ездят, участвуют в всевозможных мероприятиях. Вы сказали, в Сочи поедете этим летом, а ближайшие выступления в нашем городе где состоятся? — 29 апреля в Кировском областном колледже искусств пройдет отборочный этап Всероссийского хорового фестиваля. — И в случае удачного прохождения, а тут уже мы не сомневаемся, что вы пройдете, вы поедете потом, да? — Дальше пойдет окружной этап и российский этап. — 29 апреля вход свободный. Выступления мальчишек-юноши, они пользуются популярностью традиционно? — Ну обычно, если брать последний концерт 26 марта, был полный зал филармонии. — Ну все-таки 50-летний юбилей, тут уже как-то грех не прийти, в том числе тем, кто связан непосредственно с этим хором. А как общение у вас продолжается с теми ребятами, которые много лет занимались и сейчас уже не имеют непосредственного отношения к хору? — Они приходят. — Они приходят. Если даже они живут не в Кирове, если они приезжают сюда в Киров, они обязательно приходят, как они говорят, в свой родной дом, потому что, опять же, с их слов, дружба орляцкая — это навсегда. — А можете назвать ребят, которые ну вот прям выросли-выросли и сейчас очень известные? — Да, конечно. — Есть такие? — Есть, конечно. — Давайте вспомним, пройдемся немножко по этим именам. — Евгений Елпашев сейчас солист Пермской оперы. — Начинал в орлятах. — Начинал в орлятах. — Богдан Кияшко сейчас работает в театре Стаса Намина. — На слуху тоже, да. — Подоплелов Игорь работает в одном из театров Москвы. — Зеленеев Александр тоже работает в одном из театров Москвы. — Александр Колбин в Нижнем Новгороде. — Вершинин Семен в Санкт-Петербурге. — Так что серьезная школа. — Ну и, кстати, Роман, ровно неделю назад на вашем месте сидел Руслан Мамедов. — Да, это тоже наш выпускник. — Это тоже наш выпускник. — Тоже не потерялся в этой жизни, да. — Ирина Виленовна, задавайте вы вопрос следующий. — 201 из 101. — Надо подумать. — Ну давайте про самый низкий тогда спросим. — Нет. — Раз и раз вы спрашивали про самый высокий мальчишеский голос. — Как называются ноты хорового певца? — Ноты хорового певца. — Ноты хорового певца. — Ноты, на которые смотрит хоровой певец, когда поет, — Да, да, да. — Понятно, как называются ноты хорового певца. — А он по нотам поет, кстати, если вы не знали. — А он по нотам поет. — Он не от себя, что называется. 211 из 101. Как называется вот то, что лежит или нет? — На пипитре. — На пипитре. — Либо в руке. — Либо в руке мальчик держит. 211 из 101. — А уже есть звонок, Владимир. — Добрый день. Как вас зовут? — Расколаживаться. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Добрый. — Как вас зовут? — Меня зовут Олег. Мне кажется, это партитура. — Правильно. — Партитура. Ну, это не только у хорового, так же у оркестрового. — Это партия. У оркестрового лежит партия. — Партитура. — Партитура у дирижера. У меня партия лежит, да. — Да, Олег, ну что, поздравляем. Удачное ваше участие. Что хотите получить? — Если можно, билет на концерт Томи Эммануэля. Отлично. Отлично. Замечательное мероприятие. Ожидается в филармонии 5 апреля. Всемирно известный австралийский гитарист Томи Эммануэль. Не кладите трубку, сейчас наш редактор вам подскажет, как этот билет можно забрать. — А теперь, Владимир, думаю, самое время. — Ну давайте, ладно. Ну что, давайте вспомним и эту замечательную композицию, и этого человека, который это делает на гитаре. Денис, пожалуйста. — Начало знаменитейшей композиции коллектива ACDC, кстати, тоже австралийского. — Да. — Да. — Почему сегодня вспомнил про эту композицию и про этого человека, который сейчас играет на гитаре. Ангус Янг, ему сегодня исполняется 52 года. Ой, простите, 62 года. — 62 года. — 62 года. — 62 года. — 31 марта 55 года родился. — Он по-прежнему так же прыгуч, как и раньше. — Да, ну он знаменит своими выходками на сцене, запрыгивает, или раньше, по крайней мере, запрыгивал на солиста и так далее и тому подобное. — Ну, довольно-таки так активно. — И вот знаменитая эта его, как она, утиная или гусиная? — Трудно сказать, как она называется, но одежда специфическая и так далее. — Да, давайте мы сегодня вспомним этого человека. Я предлагаю вам вспомнить о его таком интересном сценическом имидже. Как известно, он одет обычно в такой бархатный костюм, в бархатный костюм, да, рубашка у него, галстук, галстук. — А вот вместо брюк, вот что-то другое. — Я чуть было не сказал в самом начале, но одумался. — Ну, да все мы прекрасно, наверное, знаем, как он ведет себя на сцене. — Короче, что у него вместо брюк? — Несмотря на то, что у него пиджак, галстук, рубашка. — А вот уже звонят. — Да, добрый день. — Здравствуйте. — Здрасьте, как вас зовут? — Меня зовут Надежда. — Надежда, вы поклонница и сидись. — Да. — Тогда вам не составит труда ответственный вопрос. — Что у него там? — Я знаю, что он любит шорты. — Да, конечно. Вот такой вот необычный человек. Такое смешение классики с чем-то таким хулиганским. Что хотите, Надежда, получить в качестве приза? — Я бы хотела уточнить по поводу выставок. Какие есть, кроме прогресса? — Галерея прогресса. — Галерея прогресса. — Выставки, например, у нас есть Вятский художественный музей. Есть у нас Вятский художественный музей? — Да, у нас даже три выставки в Вятском художественном музее. Это выставка в стране Березового ситца, но там один билет на одного. Выставка Салтыкиада и «История одной книги». Там два билета. И выставка «Дыхание современности». Видимо, тоже два. — Давайте на третью. — На «Дыхание современности». — Отлично. — Хорошо, всё, вы получили этот приз. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором. Николай, снова вам. Ну, и я продолжу тему наших поющих гитар. Дело в том, что я уже сказал, что некоторые песни, которые они исполняли, которые стали очень популярными у нас в СССР еще, там как-то вот откуда они их брали, прошли задним планом, были бисайдами или вообще как-то вот не сильно популярными. В том числе вот эта песенка, которая сейчас прозвучит. Дело в том, что вот исполнитель, который сейчас поет, да, его зовут Дэниел Бун, его даже в гугле-то найти довольно-таки сложно, потому что в основном его полный тезка американский первопроходец появляется, а вот найти историю этого человека довольно сложно, то есть он хорошо и, возможно, незаслуженно забыто. У нас, тем не менее, эта песенка после поющих гитар много-много раз исполнялась, в том числе Чиш ее любил петь. А вопрос такой, какой день в этой песне воспевается? И три варианта ответа. Это воскресенье, это понедельник или это день рождения? Какой из этих дней в этой песне называется самым лучшим из дней? 10.11.01, я думаю, не слишком сложный вопрос. Ну, как тебе сказать? Неподъемный для ответа. 21.11.01, видим, что есть уже звонок сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Каков вариант ваш? Может быть, понедельник. Понедельник? Прекрасный понедельник. Прекрасный понедельник. Вы считаете, что можно об этом петь? Ну, не знаю. Нет, есть хорошие песни про понедельник, но я оставлю эту загадку на следующий номер. Вот давайте считать так, что вы ничего не говорили пока еще, да? Вот у вас осталось два варианта. Воскресенье. Воскресенье или день рождения? А вот какой из них угол? Воскресенье. Вот это правильный ответ. Конечно же. Воскресенье. Лучше из дней, да? Там же началась Sunday morning. Sunday morning, да. Ну, вот люди не успели просто услышать там это. А ты чуть было не подсказал. Да. Будем считать, что вы ответили правильно. Что бы вы хотели получить за вас правильный ответ? А, я слышала, что у вас есть билеты в тюз. Есть билеты в тюз, конечно. Театр нас спас. На сон в летнюю ночь прямо сегодня. Ой, вот замечательно. Хорошо, все. Посмотрите такой секунд. Хорошо, эти билеты уже ваши. Не кладите трубочку, вам объясняют, как вы сможете получить. Ну, мне, да, еще один вопрос. Конечно. Хорошо, я еще вспомню про одного человека, которому сегодня исполняется, исполняется ему 69 лет. Очень известный человек, актер, артист. Давайте вспомним одну из его знаменитых миниатюр. Вы решите представиться? Врач, неверепетолог. Что нас беспокоит? Видите, простой вопрос оставит вас тупик. У меня такое было, я себя-то вылечил. Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Вспомнили? Присутствующая в студии. Ну, очень много лет прошло, по-моему, с появления этого номера. Вот этому артисту сегодня исполнилось 69 лет. Ну, можно его юмористом назвать, можно певцом назвать. Кстати, руководит он государственным театром пародий. Народный артист, РСФСР, еще, очень известный. Если я назову его самого лучшего друга, вы, наверное, без проблем, наверное, ответите. Они как-то зачастую вдвое. Как зовут этого человека? 211-101. Я думаю, что, в замешательство пришли наши слушатели? Не знаю, как-то, видимо, не готовы они были к такому вопросу. Не музыкальному. Ну да. Хотя он исполняет. Хотя это, да, он тоже исполняет музыкальное произведение. Не звоните, нет? Своего друга прекрасно пародирует. 211-101. Известнейший артист. Да все уже, все уже. Можно увидеть его на телегранах. Алло. Алло. Да, добрый день, как вас зовут? Добрый день, мне зовут Александр. Александр, ну вот, как зовут данного? Его? Да. Владимир Винокур, я думаю. Да, конечно, Владимир Винокур с своим другом Львом Лещенко. Давно это было давно. Львом Лещенко, да. У нас еще много, в общем-то, призов, и выбор у вас большой. Что хотите получить? Так, кино уже не осталось, да? Да, киномакс у нас уже. Кина нет. Кина нет. Драматический театр есть сегодня, есть завтра. Пусть будет сегодня драматический театр. Сегодня Зойкина квартира в 18.30. Пойдете? Хорошо. Хорошо. Отлично. Да. Не обрывайте связь, мы еще, пусть еще поговорит с вами наш редактор. Время-то у стекло, получается, у программы Культпоход. А призы-то остались. А призы остались. Ладно, разыграем их за эфиром. Ни одной книжки сегодня у нас не взяли, не выиграли. Ну, сейчас втроем их разыграем, и переговорим. Ну что, Ирина Веленовна Халявина, художественный руководитель хоровой школы «Мальчиков, юнош» и «Орлята». Ну, еще минимум 50 лет вам существовать и руководить. И удачи вам во всевозможных начинаниях. Надеемся, что из Сочи, из города вы вернетесь летом с очередной победой. Пополните музей. Мы постараемся. Пополните свой музей. Мы, конечно же, будем следить за вашим творчеством. Но если у вас будут поводы о чем-то поговорить, вот так пригласить всех куда-то на концерт, да вы звоните нам. Мы обязательно нашим слушателям обо всем этом расскажем. На этом Культпоход завершается. Николай Голиков, Владимир Сметанин. Мы не прощаемся. Не прощаемся. К нам присоединится Евгений Питунин через 20 минут. И мы еще с вами часик побудем. Вы уж нас не осуждаете за это. Культпоход